Добрый вечер! Всех приветствую на аналитическом обзоре Wall Street Online каждую пятницу 20.00. Здесь мы собираемся и рассматриваем основные фьючерсные рынки. Пока я буду зачитывать какие новости нас ожидают на следующей неделе, вы можете наблюдать слайды с рейтинга и также нашего YouTube канала и сообщества Wall Street Online в Google+. На следующей неделе, на этой неделе был из важных моментов. Это процветная ставка FOMKA. В общем, пока оставили на том же уровне. На следующей неделе, в понедельник, индекс делового климата по Германии для тех, кто торгует на европейских индексах, либо же европейские инструменты. Продажа нового жилья также будет в понедельник. Это по штатам и странам. На этой неделе был отчет, он хуже ожидания был. Там по заявке на строительство новых домов, они понизились. Это сезонное снижение. Меньше людей берет заявки перед зимой строить дом. По вторник, индекс доверия потребителей CB. Это по штатам из таких средних отчетов. И запасы сырой нефти в среду в 17.30. Опять же, будут всех пугать своими запасами. И более такой насыщенный четверг состоится в ВВП квартальный. Второй квартал по штатам. Прошлый отчет был 1,1%. Аналитики прогнозируют 1,3%. Ну и, возможно, читаются хуже прогнозы аналитиков и как бы попробуют негатива добавить в ситуацию и на этом могут сыграть на дальше на рост. также индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости, но это и безработица в Германии в 10.55. Четверг может немножко штормить, если сильно будет большое отклонение от прошлого показателя. Также в пятницу Британия тоже второй квартал ВВП в прошлый месяц годовым в 11.30. Будьте осторожны, могут удивить. И индекс деловой активности в производственном секторе Китая в 4.45 ночью в пятницу. И еще они отчитаются в субботу в 4 утра по деловой активности в производственном секторе. Вот такие новости ждут на следующей неделе. Сказать, что очень уж важная неделя предстоит. А, да, ОПЕК, совершенно верно. Самое важное и забыл. Да, да, да. Спасибо, что напомнили. ОПЕК номер один, на самом деле. События на следующей неделе. И все-все-все будут, неважно каким инструментом кто торгует, и это может затронуть абсолютно все направления. Особенно если что-то будет внештатное. Да, вот с 26 по 28 будьте осторожны. На это могут и СМИ очень неплохо манипулировать разными высказаниями тех или иных участников. Также 29 Джо Блэс Клеймс по штатам. И еще такой момент. Хочу обратить внимание, что Жанет Елен в четверг в 5.10 п.м. как бы вот так посчитает сколько-то по нашему времени будет выступать с речью. Пока неизвестно в какая тема этого выступления, но в четверг и очень как бы так познавательный для штатов. В общем, будьте готовы и осторожны. Это от ОПЕК зависит много чего и могут тренды поменяться. Так, теперь касательно рейтинга. Сейчас вы видите по индексу РТС за весь контракт был слайд. И... Станок тянет одиалов. Ну, посмотрим, посмотрим. Заранее не будем. По Еврику первое место танк. GT-25 достаточно неплохо. Люкстроник тоже хорошо старался. Пират. Вот эти вот четверо. По рублю, дизель первые два места. Ну, смотрели там сделки. Есть... Ну, как бы не то чтобы нарушение. Для вручения бонусов было важным условием не открывать сделки в первые как минимум 10 минут. Ну, в этом волатильном баре. К сожалению, там были такие сделки неоднократно. Ну, бонусы уже официально в... Утверждение будет в понедельник-вторник. А списки вот, в общем-то, талантливых ребят. Вы видите, появились новые имена. И Андреа Кепитал появился участник. Всего порядка 99 трейдеров принимало участие по индексу S&P 500 в торговле. По индексу РТС и рублю было что-то около 130 вроде участников. Причем чуть меньше половины закрыли контракт положительно. Сайбурфан четвертое место. Неплохо постарался. Ну, на S&P Ганди, Макао и Мэйджи. Ганди вырвался пятью сделками. Неплохо, так и остальных. Ну, это наш YouTube канал. В общем-то, подписывайтесь. Там все видео размещаются и в том числе в Уолл Стрит Онлайн. Будете получать рассылку с новыми видео. Обратите внимание, индексы РТС первая десятка. Достаточно много сделок у трейдеров. Если сравнить с S&P количество сделок, то первая пятерка у них очень мало сделок. И дальше рейтинг шел как раз на увеличение количества. Вот видите, уже там пятнадцать. Пятнадцатое место. По десятое у всех по 140 больше ста сделок. Обратите внимание. Это еще раз доказывает, что чем больше трейдер открывает позиции, допустим, за такой расчетный период, как контракт, тем больше вероятность допустить ошибку, неправильно прочитать движение рынка. Вот пятое место ZX. Тоже новый трейдер. Будем наблюдать. На Facebook, во всех социальных сетях будут размещены эти слайды. Сможете ознакомиться. И если вы нашли себя в этой двадцатке первой, то вас поздравляю. Ну, в принципе, все, кто закрыл сентябрьский контракт в плюс, он был нелегкий. Вот. В общем-то, начнем. Так. Где там наш Cluster Profile? Вот он. Итак, вы видите сейчас график дневных таймфреймов текущего контракта без подгрузки объема с прошлого контракта. Вот. И топовые такие сессии были уже с девятого, двенадцатого числа. И самое рейтинговое, тринадцатого числа, три миллиона оборот был. Вот. Она пока лидирует среди сессий текущего контракта. Но даже если сравнить с прошлым периодом, там около четырех миллионов, кажется, было. А, не. Это если за год сравнить. Ну, здесь тоже около трех. В общем, топ. И вот, в принципе, первая площадка, с которой стартует S&P 21.71, диапазон который мы уже выделяли. Даже 82 по 72 в прошлый раз. Пока пришел S&P как раз на этот уровень и оборот сессий, как бы, ликвидность достаточно неплохая была до, ну, как минимум, сегодняшней сессии. Полтора миллиона. Вот. Двадцать первого, двадцать второго. То есть, как раз на расширение сделали маневр. И по сути, вместе с S&P на следующей неделе будет решающий такой момент. Будут они атаковать этот диапазон и расширять за 21.90. Ну, собственно, на двадцать двойку. На двадцать вторую расширить коридор. Либо же будут прощаться и очень мало времени осталось перед выборами президента в Штатах. Вот. И Ну, я думаю, как бы там не было, но много инвесторов на всякий случай будут перестраховываться и выводить, как минимум, из фондового рынка кэш. И Ну, на такой точке, в принципе, цена даже по индексу S&P 500 достаточно хорошая. Почему бы не перестраховаться и не вывести. Вот. Возможно, после выборов будет дальше расширение. Ну, пока вот так. Вот. 21.72 и 21.82 решающий момент. В общем, сопротивление, которое попробуют атаковать. Либо же все-таки они прощаются с этим коридором. И поддержка уже свежая текущего контракта 21.18 21.31 на данный момент тут и ядро контракта текущая свеженькая. Поэтому CME находится в Америке. Да. Chicago Market Exchange CME Group. Большинство крупных бирж принадлежат крупным банкам Америки. К сожалению. Монополия. Фактически. Так. Давайте посмотрим, что у них по активности на текущем контракте. По дельте. Вот так вот выглядит дельта. По большей степени сессия идет на стороне селера. Вот. И 20-го числа было порядка почти 50 тысяч контрактов на стороне селера. И уже вот коридор такой формируется с 21.62.64. Тут тоже 300 тонн за сессию был оборот. Дельта там порядка 15 тонн составляет. И вот этот коридор 67. То есть это вот вчерашняя сессия. это текущая. Плотные диапазоны проторгованы как раз продавцами. И в принципе если пятница так и закроется на минимуме то вполне могут защищать этот диапазон в понедельник в вторник. есть предпосылки что загрузили селеры тут и тут. И соответственно в следующей неделе мы увидим расширение за 21.30. Вот такой сценарий вполне может быть. соответственно если про заморозку не договорятся и будет каждый по-своему как-то там разыгрывать эту карту могут опять по нефтянке пойти цены вниз и соответственно это может отобразиться не может отобразиться на SNPF. Вот поэтому вот присмотритесь. Также с точки зрения кумулятивной дельты то есть суммируется дельта каждой сессии вот так вот идет увеличение общей дельты на на стороне деселлеров. Поэтому осторожней тем более контракт открылся как раз не на самых нижних ценах и в любой момент может произвести снижение так это относительно JP Morgan вот хотел показать относительно Bank of America сейчас акции немножко вроде как недо купили еще то есть есть еще запас по движению вполне если бак пойдет выше 16 доллара то может если действительно пойти на 22 поэтому в любом случае нужно следить за это открытый интерес прибавляют по большей степени на этой неделе только открывали позиции и судя по общей дельте вполне могли уже заходить на шорты и становиться на юг позицию посмотрим посмотрим будем следить и в зависимости от каких уровней будет идти защита будем работать по сценарию который больше подходит так это у нас текущая неделя и отметим достаточно такие объемные массивы для спекулятивной торговли на следующей неделе вам пригодится 21.68 по 71 тут четверг так объемненько два раза зафиксировал хорошие объемы прошли и поддержка 55.57 тут в среду от фомку как раз набрали покупок тем самым собрав всех селеров очень жестко наказали так коридор плотный понедельник вторник и среда тут практически везде наследили на американской сессии по 107 еще 107 здесь я бы отметил отдельно коридор 42 и 43 выставим пока в качестве поддержки так как цена пока распределилась выше этого коридора и второй такой диапазон 35 по 30 30 90 вот тонн 38 еще здесь такой спекулятивный очень быстро набрали покупок скорее всего это за стопорями ходили 28 28 с половиной 29 с половиной даже вот возьмем 30 вот этих ребят 32 по 29 вот так мы возьмем тут были такие быстрые объемы и неплохо тут даже протестировали 32 вот так вот открыли сегодня не так ликвидно как предыдущей сессии здесь четверг отличился в 150 тонн только за 15 минут прошло вот по 130 тонн ну в общем неделька была такая с хорошими объемами так ну и коридор пятницы вот на всякий случай пускай будет 62 по 65 пока торгуется ниже соответственно можно будет проводить в качестве сопротивления юзать так средневзвешенная цена около 48 по WAP и пока вот как раз она вот возле 43 вполне может сохраниться восходящая динамика если даже 55 не пробьют то есть будут защищать пятница может закрыться и на своем дневном минимуме но вот в понедельник смотрите за 55 57 как они будут с ней разыгрывать карту такой вот небольшой еще уровень поддержки промежуточная такая загрузка была на на этом сильно быстром движении 50 по 51 выделим но как дополнительный уровень 55 то есть это вот комбинируем с этим вот эти два диапазона это как 1 1 активность поэтому в один день и соответственно ядро 35 по 43 это мы выделим так вот поддержка как раз ядро является такой основной поддержкой и дополнительные 55 57 вместе с 50 сопротивление весь четверг и возможно пятница если закроется ближе 58 57 среднеизвешенная 48 так идем дальше fx так давайте текущий контракт значит выделим миди дров стартовая была площадка с 45 по 61 также в ликвидная сессия и очень так плотненько 24 по 15 проторговка была массивность в качестве поддержки выделим и сейчас вот в качестве сопротивления фиксируем 34 по 45 это fx напоминаю ну и объем пятницы уже слабее чем четверг почти полтора раза точно промежуточные уровни до загрузки байеров которые были как раз в среду 83 по 90 то есть если понедельник даже будет ниже торговаться и не пробьет 90 ну грубо говоря там 29 90 могут даже тестировать еще не все потеряно с восходящей динамикой так как очень как-то уверенно раз два три четыре пять сессий подряд на новом контракте было на покупку так сейчас мы посмотрим дакс еще вот точно так же по динамике первая сессия открывали на декабрьском контракте и раз два три четыре пять сессий на рост с ростом ликвидности сейчас чуть поменьше перед уикендом особо не торопится 420 по 340 тут у нас ядро текущего нового контракта свежее и поддержка контрольная на декабрьский контракт вместе с прошлым контрактом для сравнения по ликвидности и мы посмотрим поддержки ну и в потолок в 10 800 так и остался коридорчик это еще с прошлого контракта но еще впереди массивы на сопротивление с 700 по 750 вот их нужно еще пробить ну собственно 340 420 контрольный уровень поддержки для dax если уходит ниже соответственно сценарий на на покупку лучше до лучших времен отложить плюс под новости в там могут и волатильность раскачать и так добрались мы до индекс ртс это склейка двух контрактов пока вот в рамках восходящего равноуделенного канала держится динамика в ликвидность кстати начала появляться по сравнению с прошлым контрактом уже с бой большими оборотами идут и сезона это естественно то есть летом многие отдыхают и участников на рынке меньше плотная площадка 95 600 по 96 600 и ядро текущая новая свежая и контрольный уровень поддержки 4 даже 5 сессий с учетом 14 числа 4 сессии стояли в коридорчике таком плотном и давайте 700 и лучше мы захватим вот так будет более точно 95 800 96 700 потом еще уровень поддержки 97 200 по 97 500 промежуточный такой день потратили и вот пятница пока его протестировал поэтому еще не все потеряно ликвидность даже сегодня неплохая на других индексах наоборот как бы там спад ликвидности в пятницу прошел на индекс ртс держится неплохо вот давайте посмотрим что у нас по открытому интересу уже вроде как можно сравнивать это с прошлом почти с прошлым контрактом не всем давайте выставим набирают набирает набирает позиции сегодня пик по текущему контракту ну вообще пик был в 640 тысяч ну недалеко осталось еще набрать позиции то есть не фиксирует заходят участники соответственно новый контракт буквально первая неделя и их площадка которую мы выделили как раз является и для технического анализа ориентиром этот коридор будут удерживать либо все-таки попробуют атаковать на пробитие выйти за поддержку ну пока вроде смотрится все неплохо на покупку сейчас посмотрим по нефти как будет ситуация и сейчас мы смотрим дельта дельта соответственно подтверждает динамику единственное сейчас мы включим агрессором для так ну тут с девятнадцатого числа без без остановки работали байера сегодня естественно они сбросили часть покупок ну в любом случае там были какие-то фиксации но вот этот достаточно коридор 99 500 по 99 900 тут как видите и в четверг сегодня бросили дельта почти вот больше трех тысяч на каждый сцен и 100 секундочку она все правильно все верно так еще вот коридорчик в активность даже на самом минимуме плотно идут зафиксируйте пускай будет из поддержки в 97 по можно взять даже 96 300 но более плотно в 96 600 вот у нас пока его не пробили это хорошо а вот такие в общем активности у нас по дельте и все будет решаться уже на пек в любом случае многие в пока не входят долгосрочное либо среднесрочное ожидаем вердикта по добыче и выделим коридоры пятница протестировала вот этот массив ликвидной четверга вот и пробили пока вот на вечерке но очень удерживали неплохо целый день открытие четверга пятницу сегодня но вечерка абсолютно без промедления за крыло этот уровень поэтому пока вот 98 400 выделим в качестве дополнительного уровня сопротивления 99 300 99 700 уже на максимум недели что понедельник будем следить как будут атаковать этот коридорчик все таки дельта пятницу на шортах осталось потом ликвидность среды перед фомкой стояли там мучили всех таки останется пока в качестве поддержки все таки не 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 сломили этот уровень и в понедельник с вторником такой первый массив сформировали на в качестве ядра и вот еще одна такая массивность полдня формировали дополнительный такой уровень качестве поддержки обязательно зафиксируйте 95 300 и 95 600 650 среди взвешенная как раз вот в 97 500 осталось и будет уже хорошим подтверждающим фактором защита объема среды там как раз дельта была на покупку и рост открытого интереса фактически всю неделю идет и дельта практически всю неделю кроме вот пятница на байрах поэтому буду защищать 97 500 отлично есть шансы дальше расширить до сотки мы там уже были поэтому не так не такой уже страшно будет чисто психологический как уровень но вот эти два сопротивления у нас впереди так рубль в 6 а на рубля ликвидность ровненько все ровненько идет 66 500 по 66 150 и ядро текущая пока основной диапазон и в качестве сопротивления берем раз два раз четыре сессии тут формировали площадку промежуточный уровень загрузки 65 800 ну и четверг плюс пятница тут свою массивность формирует мы на 15 минутном таймфрейме более точно выделим диапазон активности это склейка двух контрактов сентябрьский и декабрь сейчас мы торгуемся как раз в диапазоне ядра вместе с прошлым контрактом если цель 63 у нас еще вот такой очень важный уровень поддержки тут четыре раза появлялась из ниоткуда ликвидности тормозила котировку не пускали ниже 64 поэтому если все таки будет дальнейший тренд на 63 то вот как важный тактический коридор его необходимо осилить ну и минимум прошлого контракта 63 500 уже как контрольная точка но поддержка 64 тут обязательно потому что тут не просто так появлялись объемы останавливали марки возможный уровень сопротивления 67 350 67 800 это коридор прошлого контракта и там тоже объемы проскакивали и не слабеньким вот по дельте он вот так выглядит дельта на рубли 15 числа такие активные целеры по 153 тысячи контрактов это только дельта 121 и 123 похоже что какие-то внешние но это точно не частные трейдеры в такие дисбалансы устраивают причем тут 120 тут 120 и это дельта то есть это если мы даже ликвидность не смотрим значит ликвидность две сези подряд было 2 миллиона 800 просто вот кто-то именно 2 миллиона в оборот 3 миллиона было 15 числа и почти 3 миллиона сегодня тут чуть-чуть осталось я думаю даже не может добьются таким до 3 миллионов в общем пятница такая и по ртс ликвидность высокая и по рублю как видите значит сопротивляшки у нас были 360 500 потом плотный коридор я думаю что мы сделаем таким образом сейчас для более точного определения мы используем такой инструмент как кастомизированный профиль с функцией дельты так 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 тут у нас 67 65 760 плотный коридор потом еще вот здесь чуть-чуть у нас есть ребятам на шортах 6 120 и берем еще аж 400 400 по 260 давайте здесь полотно коридорчик в общем все мы правильно выделили так включаем да все совершенно верно 66 220 по 400 это активность в начале контракта потом второй массив сформировали уже 19 20 760 это вместе с вот этим расширением 21 по 66 то вот эта массивность селлеров ну и такая промежуточная загрузка селлеров которую не пустили в пятницу дальше это хороший фактор 65 360 по 500 открытый интерес относительно прошлого контракта выглядит неплохо уже вышли на 2 и 7 обороты и два с половиной в среднем на новом контракте удерживают это хорошо это хорошо для тренда нужен рост открытого интереса и пока он есть и это хорошо отлично даже фактически желательно чтобы не вернулись на 66 до есть все шансы на продолжение динамики но контракта это неделя неделя на 15 минутам таймфрейме значит тут таких два ядра фактически это первая половина недели и уже до фонки после фонки ядро шестьдесят четыре даже давайте 65 уже округлим 65 по 65 200 это четверг плюс пятница пятница кстати так реверсивно себя ведет и понедельник плюс вторник отдельно выделим сейчас 150 тонн на 320 было и давайте возьмем самую плотную часть там уже были минус развитие значит 66 120 по 320 это из двух сессий сформировали такой плотно проторгованный диапазон перед фонкой в среду мучили всех таком плотненьком коридоре возьмем в качестве сопротивления возможного и потом еще до загрузки были здесь чуть поменьше объемом прошло на 65 400 это тоже коридорчик возьмем на всякий случай но это второго уже класса сопротивления поэтому единственное вот 65 700 10 по 860 может еще сыграть свою роль и поддержка тут прям видно что два дня подряд в одном том же коридоре заходили на всякий случай выделим это минимум четверга фактически и вот даже три раза уже на возврате снова добросили 64 840 по 930 уровень поддержки ну и чуть-чуть еще реверсивности в пятницу 740 это уже край значит 665 600 у нас даже 65 560 средне взвешенная по виду был и пи мы находимся ниже ее соответственно могут еще показать себя целлеры диапазон среды мы выделили здесь два уровня сопротивления и понедельник плюс вторник ядро четверг плюс пятница раз два и три важных коридора значит если первый первое сопротивление на третьем массиве удерживают это хороший признак активности селлеров то есть им нужно тут защитить коридор и еще надавить немножко ликвидностью чтобы пройти пятницу с четвергом может не сразу пройти но под фомку могут раскачать опять же зависит он многое от результатов итогов этого собрания евро вот так вот прочертим уровень и еще один такой коридорчик у нас прям просится четко идут максимумы была попытка вот здесь вот захватить те кто работает на пробитие на шорт в общем они вернулись уже на 1280 и будет на следующей неделе интересно расширение или нет пока стоят опять же в ядре прошлого контракта и как-то уж очень плотно и неуверенно себя ведут по еврику это даже как-то необычно сжимает волатильность и очень странно даже похоже на в такой силе затишье перед бури ядро на новом контракте значит 1190 по 1225 это четыре сессии которые с открытия стояли в коридоре и еще уровень 15 числа и вот вчера там отметились 1290 по 1270 возьмите на всякий случай возможное сопротивление вполне могут там отключиться так как сессия была достаточно ликвидная в отличие от первых сессий которые появились там 19 числа это основные коридоры значит дельта на новом контракте вот как раз на стороне селлера преимущественно сейчас посмотрим кумулятивную ну была была борьба вот тут как раз мы выделим сейчас коридор этот где они сражались 1170 по 12 тут байера без сомнений стояли и 13 1275 тут орудуют с селлером 6000 на стороне селлеров четверг вышло тут вот коридор самый плотный 1277 13 вернее 1275 по 13 у нас поддержка вот пятницу здесь на америке очень как то так активно старались еще два раза тестировали еще тут уровень потом в среду перед фомкой сейчас я все линии уберу видите как сбрасывали байеров такой массив плотной среды и вот такие были импульсы три раза причем достаточно ликвидные здесь понедельник плюс вторник сформировали первое ядро и добавили немного объема вы еще среду такой достаточно растянутый коридор поэтому выделим отдельно понедельник плюс вторник коридор 1210 по 1222 и вот этот коридор уже среды 1185 1193 качестве поддержки четверг отличился плотно очень на максимуме работали очень плотно даже было ну как бы подозрение что все-таки там скупают всех соответственно пятница это все и подтвердила значит коридорчик еще 1255 в качестве возможного уровня поддержки и по 43 вот здесь набрали ликвидности вторник тут были тоже поработали в общем осталось четверг расширить если у них останется желание идти на 113 либо это прощальный маневр соответственно простое и несложное расширение коридора пятницы в понедельник тому подтверждение 1232 уровень WP и пока не выше его может вполне сохраниться восходящей динамикой фунт 6А и 6С я видел сейчас захватим так вот у нас фунт идет на 28 пытается по крайней мере и чуть-чуть сбросили вот перед в уикендом было 236 открытый интерес 29 у нас тут на пути ликвидность пока есть ровно идет здесь вот такой вот сценарий прошел было два таких дня в сформировании первый массив и сегодня они его расширили по крайней мере сделали попытку поэтому фиксируем четверг из понедельника в качестве сопротивления 385 31 и вот этот массив если так и будут танцевать ниже 1 и 3 то скорее всего будем учитывать его в качестве сопротивления но и соответственно сценарий на продажу вот этой динамики которая с прошлого контракта уже началась как видите ликвидность сейчас не топовая она побольше по большому счету после брексита только падала и пока стоит на обычном стандартном обороте ну никакого всплеска же ажиотажа пока вокруг фунта не наблюдается соответственно сильных расширений ну можно еще под опек наблюдать волатильность пока вот у них застой чем чаще они начинают выступать тем меньше на них обращать внимание особенно если они на выступлениях ничего толком не говорят вернее не 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 объявляют о каких-то существенных важных изменениях там законодательстве либо же вообще в аппарате правления то есть просто поговорить скучно видно драги так 6 а это склейка с прошлым контрактом и так сопротивление пока еще осталось сопротивлением 77 плюс-минус площадка на новом контракте сейчас мы отдельные выделим но вот 75 здесь охраняли достаточно так неплохо 74 60 по 74 85 и еще вот массивчик захватить нужно 75 20 по 75 40 сейчас без прошлого контракта мы подгрузим данные 1 2 3 4 тоже 5 сессии роста и 21 числа вот как раз коридор мы забыли зафиксировать 75 60 по 75 и 80 вот этот коридор плотно загрузили если будут защищать первый уровень поддержки и вот 2 еще допустимо до 2 держать ну наблюдать корректировку по сути как бы основ 1 такой массив сформировали в понедельник плюс вторник желательно чтобы его не пробили тогда уже будет восходячий динамикам этих пяти сессий под вопросом толкнули в ликвидность падает видите то есть покупать желающих видимо не так много давайте посмотрим на дельте что там происходит на австралии а вот такие вот маневры у них было все так тихо спокойно и даже побеждали байеры так и было особенно 18 числа так плотненько они постарались подбросили чуть дровишек 21 и под больше двух у 2 и 8 дельта вчера и сегодня так вот у нас фиксируем коридор коридор да тут четверг и пятница достаточно так включились в общем вот так вот так 6 канадский кстати кто в чате сейчас есть подскажите где найти отчеты данные по добыче урана какие-то официальные возможно показатели вообще какие-то цифры по урана его добычи его закупки продажи очень сложно найти по крайней мере мне не попадались пока такие ресурсы есть ли у кого на примете левов это канадский вот площадка 75 65 основная базовая по 76 основной массив поддержки если уходит ниже 75 65 принципе лучше не покупать больше удержит и на следующей неделе это уже будет ясно тогда останется дождаться только пробитие 76 70 по 76 85 отдать дельте сейчас посмотрим ну вот здесь по-настоящему 75 60 75 80 отстояли с байера и надавили селеры вот отключилась ценушка 76 90 76 80 именно в четверг там были такие активные селеры в пятницу даже с учетом расширения на продажу торговая сессия фактически на нулевой дельте то есть и тех и тех пор внов и возможно собирают как раз байеры этих селеров в общем решающий момент будет коридор 75 60 75 80 в качестве поддержки ну раз мы так прошлись по валютному рынку давайте тогда индекс доллара еще захватим вернее мы его так индекс доллара он же ю с доллар индекс очень так пригляделась площадка 95 80 по 96 15 тут неоднократно уже разворачивали котировку и на этой неделе не исключением уровень ликвидности стандартной рабочий чуть-чуть есть там сессия с 29 тысячами оборот за день это как раз под фонку и 7 95 пока вот защищается дальше у нас идет массив 94 30 по 94 50 который даже тестировали вот если дальше будет движение на шорт его в принципе потихонечку начали с среды но опять же пока вот фонка не пройдет вернее как бы не узнаем что решили там на заседании решается вопрос расширения контракта за пределы сопротивления и поддержки по сути кто расширит этот коридор за вот эти два ключевых уровня ну за этот либо за этот кто-то контролирует цену и лучше стоять на их стороне так ну в общем вот так вот сформировалась ликвидность она в принципе равномерно разбросана с 95 20 по 96 отдельно выделить вот эти четыре сессии стоят 95 70 по 96 95 95 95 95 75 отлично мне нравится вот основной массив и четверг достаточно ликвидненько объемненько 95 по 95 20 пока в качестве поддержки выделим но как только идут ниже уже можно будет его оставить в покое тут раз распределение дельты вот вот такое по большей степени у нас лидирует целлеры набирают активность и как видите так бренд тем кто интересуется урана интересуется так что у нас возьмем склейку так оборотов на марки бренд в общем в общем они так как-то жестко стоят возле 45 и близится дата экспирации когда там был бренд никто не помнит точно но в общем скоро 27 посмотрите когда дата экспирации если через на следующей неделе либо через неделю скорее всего на следующей неделе в принципе короткие контракты и тут нормальным явлением будет активность падать по открытому интересу наверно выделим лучше наиболее таки ликвидные диапазоны последнего контракта ядро 47.25 по 46.50 это ядро самый такой ликвидный коридор даже чуть-чуть ошибся 45.50 46.50 вот эта часть мы солили здесь котировку очень долго у полтосов тут обязательно стояли такие стражи причем даже протестировали этот диапазон в этом контракте и пока туда больше не возвращались дополнительный уровень сопротивления 48.25 48.8 он второй по классу но пускай будет у вас в качестве ориентира пока вот его протестили чуть-чуть коснулись даже поддержка вся на 45 осталось и тут прям как-то уж бросают все силы тут 2 сессии тут 3 4 5 сессий не пускали и сегодня даже на этом уровне оказались после стабильных трех дней роста вот такой вот трехдневный пролет ниже основного массива ликвидной самая повышенная сегодня 171 171 тысяча относительно всего контракта не самая топовая но и не слабенький ликвид в общем основной уровень поддержки буквально вот на носу сопротивление 49.8 49.3 дополнительные 48.8 48.25 и ядро возле 46.50 47.50 пока вот мы ниже его это очень пугает вот 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 дельту 46 дельта сегодня на стороне селлера вот так вот выделим такие активные диапазоны где отличились селлеры на всякий случай у вас будут это вот непосредственно тут за два дня и ну у байеров в основном коридор ниже буквально там 16 числа была активность и это скорее всего сброс этих продаж которые целый день идут 46 20 46 и спокойно прошли коридор поддержки и это настораживает в общем вот этот коридорчик 47 47 50 возьмите в качестве сопротивления light sweet crude oil похоже что что-то уже про какая-то информация прошла касаемо опек возможно кто-то не приедет на переговоры либо уже приехал и это мы еще узнаем буквально совсем скоро и так четверг подозрительно плотненько стоял пятница тоже стояла плотненько и вот так вот всех наказывают жестко конечно но это в этом весь рынок есть среду прошли даже не заметили поэтому пока мы его не будем трогать в качестве уровня поддержки остался лишь 44 30 коридор по 43 8 ликвид вторника и уже конечная точка 43 на самом минимуме недели ну пока это не успокоится движение в уровне сопротивления вся вот эта ликвидность которая прошла разброс на 45 20 по 44 80 вот этот участок вертикальный массив такой можно будет проводить в качестве сопротивления если дальше будет снижение идти уже перед выходными вряд ли дальше будут идти ликвидность начинает падать поэтому могут остыть в этом уровне и уже смотрите там 45 20 будут ли сильно защищать целлера либо нет золото это тенденция по дельте последние тоже три с половиной тысячи на стороне селера вчера тоже селеры работали а так до этого в основном у байеров была была заинтересованность так ставим 13 14 с половиной по 19 с половиной за вот эти сессии пока были активные байеры потом на движение создавали дисбаланс байера 13 30 по на 13 28 с половиной и вот этот 35 уровень стоит отметить его пока не пустили в четверг ну и пятница его пока даже не трогала в alert можно ставить на 35 спокойно начнут атаковать тогда есть шансы что вся ликвидность которая тут аккумулируется распределить распределить цену до 13 20 крайне как-то подозрительно висят они на максимуме после такого движения с такой дельтой может быть совсем подвох даже пройти и ну в общем плотно коридор вы видите здесь очень 1340 1342 с половиной берите в качестве сопротивления тут однозначно намечается по опционам коррективы не будем носить сильно важных крупных уровней глобально тут мы ставим сейчас склейку включу не гипер ликвидные сессии сейчас идут волатильность чуть-чуть снизилась относительно периодов прошлых контрактов и контрольный уровень сопротивления 49.57 это вот массивность зависит от периода плюс тестирования как раз мы его коснулись буквально чуть и уровень поддержки 11 по 17 промежуточная подгрузка тут на 28 29 и в общем номер один сопротивление и поддержка ликвидность по сравнению с другими инструментами вчера была не самая повышенная сегодня даже 20 277 вот 3 семерочки так и стоят в этом коридоре и не падают и не растут особо не расширяет коридор за 13 50 пока в общем то я думаю за на следующей неделе как раз кто расширит этот коридор будет понятно спасибо что пришли на сегодня все встретимся в следующую пятницу запись будет выложена буквально сегодня завтра всего наилучшего попутного тренда будьте осторожны и встретимся в следующую пятницу до свидания пока 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 пока